Здравствуйте, это Тюрешев Станислав. Сегодня у нас седьмое число. Что происходит? Приблизительное время 10 часов 15 минут. По воздействию, продолжается воздействие из квартиры номер 33 прокуратуры Свердловской области. Там установлено, что-то они какие-то манипуляции с аппаратурой сделали, что-то изменили в настройках, значит, тем не менее. Результат на лице на моем. Итак, сейчас вот подсвечу, и вы увидите эти красные пятна. Ну вот так вот, наверное. Значит, лицо. Вот лицо красное видит, вот эта вот часть. Вот это все красное. Фициально подсвечивает. То есть, вот эта зона воздействия. Видно, что кожа сожженная уже абсолютно. Сейчас вот лоб попробую сформулировать. Сфокусировать на лоб освещение как-то, чтобы подсветить, чтобы видно было. Значит, район лба. Вот так, наверное, да? Вот так вот. То есть, видно вот эти пятна красные, да? Значит, вот эта вот зона. Вот зона. Вот здесь зона больше стала. Здесь четче стало прорисовано. То есть, вот это вот зоны воздействия. Поскольку я вот, допустим, спал, залежал, находился. Ну, поворачивается голова и так далее. Поэтому эти пятна так разбросаны на то, что по уровню головы долбит, это точно. Волосы мокрые, поэтому капает вода. Значит, вот четко видно, обидно. Так вот на контрасте. Вот четко видно, обидно. Здесь добавилось. Здесь вот, то есть, видите, даже по сравнению с предыдущим видео, видно, что это все более явно высвечивается. И так, значит, действие такой аппаратуры у нас, спецаппаратуры, из квартиры прокуратуры Туринской. Вот такая вот у нас ситуация. Проживает там семья Будько, подчиненная прокурору Ершова. Вот. Кому они там подчиняются? США, ЦРУ, Паструли или там еще кому-то, я не знаю. Но то, что своих граждан убивать, это точно. Дальше. Показываю еще одну особенность. Значит, нагревается. Вот я сейчас держу руку, вот левая, левая грудь, левая половина груди у меня горячая, правая холодная. То есть, что идет воздействие на сердце, на сердечную эту, на область сердца, да. Вот. Приходится вот такую штуку делать. Смешно, не смешно, но вот не хочу, я инфаркт себе защищаюсь. Вот так вот. Ну и здесь вы видите воздействие. То есть, такой сейчас, такая аппаратура, которая, обратите внимание, что она, какой бы хорошей ни была там, да, но это никак не влияет на преступность в районе. То есть, вчера было объявление о том, что в торговом центре там ДНС бомбанули, да, на сколько-то там миллиона, на более миллиона сумма, по-моему, ущерба, да. Вот. До этого здесь в СКБ банки там около 10 миллионов вынесли, да. То есть, если мы подумаем, то что происходит? Преступность, как была на высоком уровне, так и остается. А вот эта аппаратура личностного, спецаппаратура негласного контроля за личностью, так она называется, они ее используют, они это кто? Спецслужбы Туринской, то есть, Следственный комитет, уголовный розыск, прокуратура там, да. Они используют это для личных целей, для того, чтобы уничтожать всех неугодных людей. Я боюсь, что они есть основная преступность в Туринске. При этом, посмотрите, она не несет ничего конструктивного. Они с этой аппаратурой ни взятки не остановили в Туринске, да, ни одно предприятие не построили, ничего они не сделали. Они только людей убивают и убивают, то есть, отправляют их на кладбище, независимо от возраста. Им не нужны причины, им нужны поводы, любые поводы. Наверняка, по какому-то надуманному поводу работают их парни. То есть, попытались убить в 2005 году, не получилось. С 2005 года меня прижмут, приотпустят, прижмут, приотпустят, в надежде, что я подумаю, что они какие-то там то ли экстрасенсы, то ли телепаты, то ли еще какая-то хрень. Но только у меня, естественно, научное образование, факультет геобио. Поэтому мне на эти вот все байки про высокие энергии, там и 7 тел тел человека, мне ничего не говорят. Я знаю, где люди лечатся, в каких больницах. Они у экстрасенсов, они лечатся, они у колдунов. Вот. Так что, кстати, мракобесие это одна из составляющих вот этого вот использования вот этой аппаратуры. Вот. Дожили до Туринской. Не будем забывать, что у нас Туринский секта Пастроли работает, в которой есть педагоги первой школы, сотрудники Туринского РВД. В частности, Елена Казарова-Шведчикова-Хорошавина. Вот. Там же сразу вытекает у нас там Цибульская, Титюцкая там и так далее. Вот и первая школа, и полиция. Все тут вот так вот замешано. Не будем забывать, что и Белорусс Ольга Николаевна, мировая судья после аборта, когда была ученицей-школьницей, также уступила в секту протестанции. Об этом я еще напишу, так что, пока вот такая информация, как к размышлению. Преступление из квартиры номер 33 продолжается. Результат налица.